Продолжение следует... Утро 7 октября 1916 года выдалось в Севастополе тихим и пасмурным. Море еще было относительно теплым, но осень уже неумолимо вступала в свои права. Шел третий год войны, и в Севастопольской бухте в то утро стояло на рейде несколько боевых кораблей. Среди них особенно выделялся новейший линкор императрица Мария, флагман Черноморского флота, считавшийся неуязвимым. В 6 утра, согласно уставу, на корабле сыграли побудку. Начался новый день. Моряки просыпались, умывались и приступали к своим обычным обязанностям. И вдруг линкор сотряс мощный взрыв, который услышал, наверное, весь Севастополь. Высыпавшие на палубы экипажи соседних кораблей не могли поверить своим глазам. Над императрицей Марией вздымался огромный столб густого черного дыма, а носовая часть была объята пламенем. Через несколько минут раздался второй взрыв. Но с линкора начал стремительно погружаться в воду. Корабль стал крениться на правый борт. Со всех концов бухты к императрице Марии устремились шлюпки и катера, тушить пожар и спасать раненых. К 7 утра появилась надежда, что пожар удастся потушить, а корабль спасти. Но в этот момент прогремел еще один взрыв, более мощный. И в 7 часов 16 минут императрица Мария перевернулась вверх килем и затонула. С момента начала катастрофы прошло меньше часа. На месте погибло более 200 человек. А еще несколько десятков моряков позднее скончались в севастопольских госпиталях от страшных ожогов. А Черноморский флот в самый разгар боевых действий лишился своего флагмана. И юг России, особенно Крым, стал невероятно уязвим для врага. В это и сейчас-то сложно поверить. А тогда у всех и вовсе был настоящий шок. Новейший линкор, краса и гордость не только Черноморского, всего русского флота погиб не в морском сражении, а просто во время стоянки на севастопольском рейде. Как такое в принципе могло произойти? Что сгубило корабль, слывший неуязвимым? Кто потопил императрицу Марию? Императрица Мария была не просто новейшим и мощнейшим кораблем, который и сегодня украсил бы любую боевую флотилию. Она положила начало целой династии масштабных военных судов – дредноутов. В апреле 1914-го был спущен на воду император Александр Третий. В мае того же года императрица Екатерина Великая. Проекты всех трех кораблей были в значительной степени похожи. У собратьев, или, как говорили в те времена, систершипов императрицы Марии, судьба тоже сложилась не лучшим образом. Линкор Екатерина Великая был затоплен в июне 1918-го года, чтобы не достался немцам. Александр Третий пущен на слом, а император Николай Первый и вовсе не достроили, и позже разрезали на металл. Так неужели в случившейся с императрицей Марией катастрофе повинен злой рок? Как говорится, что на роду написано, того не миновать. Николай Второй во время русско-японской войны было поверие, что если он корабль какой-то посетил, то с кораблем непримерно беда будет. И последнюю свою поездку в ранге императора до своего отречения он совершил в сентябре 16-го года в Севастополь. И прибыв в Севастополь, он посетил только один корабль, он посетил только императрицу Марию, после этого уехал в Ставку в Могилев. И буквально через полторы-две недели после его отъезда произошел взрыв на императрице Марии. От экспертов мы узнали еще кое-что интересное. Оказывается, императрицу Марию назвали в честь другого корабля с таким же именем, который героически проявил себя во время Синопского сражения. Видимо, предполагалось, что слава новой императрицы Марии превзойдет славу предшественника. Когда корабль уже достроился, разыскали матроса с парусного корабля адмирала Нахимова. Ему было уже под 90 лет, старый-старый одинокий дед. Деда, значит, оформили унтер-офицером, значит, включили его в штат корабля. Он находился на корабле, и этим самым он олицетворял преемственность поколений. Однако при этом почему-то все забыли, как закончила предыдущая императрица Мария. Флагман Черноморского флота, корабль императрица Мария, который командовал адмирал Павел Степанович Нахимов, который там выставил Синопское сражение, он затоплен тут же, практически на этом месте. В 1855 году, когда было штормами разрушено первое загорождение Севастопольской бухты во время Крымской войны. И вот корабль с таким же названием и тоже флагман. Что это? Совпадение или судьба? Вообще вокруг императрицы Марии бытует немало мифов. Очень популярна, например, легенда о том, что пушки с затонувшего линкора якобы принимали участие в обороне Севастополя во время Второй мировой войны. Так может и проклятие этого корабля не более чем миф, но мы все-таки попробуем разобраться в реалистичных причинах произошедшего. Может, всему виной дефекты конструкции? Могли ли они погубить линкор? Императрицу Марию достраивали, когда уже вовсю полыхала Первая мировая. На вооружение корабль был принят в августе 1915 года. Разумеется, кораблестроители спешили. Это, конечно, сказалось на результате. Во время ходовых испытаний линкора был выявлен дифферент на нос, из-за которого при волне заливало палубу. Плюс корабль плохо слушался руля. И это далеко не все. Еще во время заводских испытаний и потом во время ходовых испытаний были определенные вопросы именно к работе электрической схемы корабля императрица Мария. Из-за этого были проблемы с работой устройств, которые должны были обеспечивать пожаробезопасность. Система пожаротушения основана именно на электрических механизмах. И вопросов к ней было целая куча. Однако все выявленные недочеты впоследствии были устранены. Да и вообще главным ответственным за строительство императрицы Марии был знаменитый корабельный инженер Лев Львович Карамальди. Да и линкор в его карьере был не первый. Вряд ли он мог настолько грубо ошибиться в расчетах, чтобы корабль в итоге взлетел на воздух. Нет, тут дело было в чем-то другом. Следственная комиссия, разбиравшаяся в причинах произошедшего, работала на совесть. Но ее реальные возможности были, конечно, ограничены. С одной стороны, историческим контекстом это и война, и разразившаяся в процессе революция, а с другой отсутствием реальных вещественных доказательств. Например, водолазные работы смогли провести только после фактического окончания расследования. Так что комиссия была вынуждена в итоге констатировать, что, цитирую, прийти к точному и доказательно обоснованному выводу относительно причин катастрофы не представляется возможным. Конец цитаты. Но мы все-таки попробуем проанализировать установленные факты. В музее Черноморского флота в Севастополе хранятся материалы следственной комиссии. В том числе показания выживших матросов императрицы Марии. Из них, в частности, можно понять, как развивались события в то роковое утро. Согласно показанию моряков, первому взрыву предшествовал пожар в одном из казематов носовой башни. Вот что говорит матрос Павел Кряжев. Во время утренней раздачи хлеба послышалось какое-то шипение. И затем в люке, который ведет в зарядное отделение, показался огонь и дым сероватого цвета. А вот показания сигнальщика Григория Исауленко. На палубу посыпались искры. Из люков четвертого каземата пошел дым. И оттуда стали выбегать матросы. Кричали, что порох взорвался. Матрос Алексей Лукин. Кто-то кричал, горит, горит. Начали бить тревогу. Били недолго. Последовал взрыв. Унтер-офицер Григорий Письменный раздался невероятной силы взрыв, коим сорвало палубу между первой и второй башней. Матрос Петр Беляев меня всего обдало пламенем и выбросило за борт. Что же вызвало пожар на корабле? Еще в ходе приемки императрицы Марии эксперты отметили, что артиллерийские погреба на линкоре вентилируются неважно. Если так, теоретически могло произойти самовоспламенение эфирных пороховых испарений. Много конструктивных недостатков было с системой вентилирования. Одна из причин катастрофы – это пожар вследствие высокой температуры, понимаете, в погребах. Там температура положена 30 градусов, была 36. На что я обратил внимание, это все указывают, первое – это звук шипения. Это уже говорит о том, что однозначно, что это не взрыв, а воспламенение. С таким шипением характерно горят пороховые заряды. Дальше следует, как правило, большой взрыв, то есть выжигание кислорода в обособленном помещении, резкое возрастание давления и, соответственно, вот то, что видели все дальше. От консервной банков спарывается обшивка, вспарывается палуба. Однако по расчетам специалистов, едва ли на императрице Марии могла образоваться пожароопасная концентрация пороховых газов. А случись это, опасность бы точно учуял в прямом смысле кто-то из моряков. Но вот опять же показания свидетелей на сей счет. Патрос-электрик Семен Кондратский. Я увидел, что из вентилятора первой башни идет шумом дым, но запаха порохового не было. Артиллерист Федор Хачай. Я утверждаю, что самовозгорание пороха не могло быть. Чтобы порох мог сам по себе воспламениться, необходимо довести температуру в погребе до 85 градусов. Температура в погребе постоянно измерялась, так что несчастного случая я не допускаю. А вот показания унтер-офицера Шабалова. Пороха были надежные. В выделении газов разлагающегося пороха не замечалось. Вентиляция была отличная. Что такое порох? Это вот примерно 25-30 сантиметров. Ну, в зависимости от того, какой калибр. Брикет с очень плотной хлопковой тканью, под которым несколько слоев сначала плотной бумаги, картона, потом пергамента и так далее и тому подобное. Его, если запалишь, там, сигарету об него потушишь, или даже бросишь в костер, он не взорвется. Несколько раз проверяли порох императрицы Марии. Во-первых, тогда же в 16-м году проверяли, затем проверяли в 19-м году, потому что белым нужен был порох, и в 27-м году еще раз уже при советской власти проводили, значит, анализ всего вот этого, этой партии пороха. Все три раза показали, порох был хороший, тем более, обычно, значит, воспламенялись, имеет тенденцию воспламеняться старые пороха, а на императрице Марии был, значит, новый порох. Однако, по мнению экспертов, могла быть и другая причина катастрофы. Неосторожное обращение с огнем. Прежде всего, потому что экипаж был частично размещен в нежилых помещениях. Так большинство артиллеристов были фактически расквартированы прямо на своих боевых постах. Служивший на императрице Марии Тимофей Есютин вспоминал, в рабочем отделении вместе со мной помещались еще три товарища. Наверху, в боевом отделении, находились шестеро артиллеристов. Под нами, в зарядном отделении, до 35 человек башенной обслуги. То есть, получается, более 40 человек и все это только в одной башне. Надо сказать, что к матросам в старом флоте вообще относились не очень хорошо. Кубриков, как таковых, жилых не было. А жили у матросов в основном на батарейных палубах. Койки были, это гамаки, которые сворачивали утром, вечером опять их развешивали. В этих гамаках матросы спали. Поэтому, естественно, места всем не хватало. Команда была большая. И есть даже информация, что это, конечно, вопиющее, опять же, нарушение всех инструкций, то, что, значит, матросы даже якобы жили и спали в этом подбашенном отделении рядом со снарядами. В принципе, технически как бы не должно перекидываться энергия взрыва на другие пороховые погреба, но на императрицу Марии оно начинает перекидываться. Я отношу это к тем техническим проблемам, к тем детским болезням, которые все-таки связаны с скоростью строительства корабля. Энергия взрыва, огонь, раскаленные газы, они как в таком домино начали переходить из одного помещения в другой, вызывая соответствующие взрывы. 6, там, 21 взрыв, и пошел интервал почти одинаковый. 2-3 минуты, 2-3 минуты, потом опять продвигается огонь дальше, доходит опять до погребов 305-мм орудий. Опять большой взрыв, который, в принципе, корабль добивает. В выводах комиссии, как мы выяснили, отмечалось также, что на линкоре имелись существенные отступления от уставных требований в отношении доступа в артиллерийские погреба. В частности, многие люки не имели замков. Член комиссии, знаменитый академик Крылов, позднее руководивший подъемом линкора, вспоминал, люки снарядных погребов были снабжены крышками, которым надлежало быть всегда закрытыми на замок. А между тем, на линкоре эти крышки не только не запирались, а просто были сняты. То есть, как пишет Крылов, снарядные погреба находились в постоянном открытом сообщении с зарядными погребами. Соседство, мягко говоря, взрывоопасное. Так что же, команда императрицы Марии нарочно подставила корабль под удар? Однако, по мнению экспертов, люки со снарядных погребов могли быть сняты не от безалаберности, а для удобства подачи снарядов во время морского боя. Корабль ведь все-таки ходил не на учебные стрельбы. Нам посоветовали обратиться к воспоминаниям служившего на императрице Марии Кавторанга Анатолия Городысского. Они были напечатаны в морском журнале за 1928 год. Городысский в частности отмечает требования устава находились в совершенно другой плоскости, чем требования предъявляемые каждой минутой жизни корабля. Попытки совместить эти плоскости были всегда болезненными и производили впечатление тормозящего дела педантизма. Довольно странное утверждение для старшего офицера, для которого устав это по идее что-то святое. Если верить Городыскому, катастрофа случилась по вине артиллериста Воронова. Второковое утро он был дежурным и спустился в погреб, где увидел разбросанные заряды и решил не беспокоя ребят убрать их сам. В процессе Воронов видимо уронил один из зарядов, тот начал гореть и зажег соседние заряды. Впрочем, Геннадий Рыжонок, например, сомневается в правдивости этой версии. Городышский, который бежал с франгелевцами за границу в 20-м году, он там, значит, чтобы снять с себя ответственность за те безобразия, которые имелись на линкоре, все свалил на погибшего дежурного по погребам старшего комендора Воронова. Однако, по мнению других экспертов, Городышский не так уж и виноват. На него попытались повесить всех собак, как это всегда у нас бывает. Городышский делал то, что должен был делать старший помощник в этой ситуации. Поэтому, у меня к нему претензий нет. Есть еще одна версия, кто виноват. Эту зацепку нам подсказал Владимир Шигин, посоветовавший заглянуть в бюллетень Общества офицеров Российского Императорского флота за 1969 год. Там мы нашли воспоминания мичмана Владимира Успенского, служившего на императрице Марии. Успенский пишет, через два года после трагедии, когда линкор был уже поднят со дна и находился в доке, инженер-поручик Шапошников в подбашенном помещении обнаружил странную находку. Найден был матросский сундучок, в котором находились две свечи, коробка спичек и набор сапожных инструментов. И самое странное, что он обнаружил там ботинки, подошвы, которым вместо кожи были прибиты полосы бездымного артиллерийского пороха. То есть какой-то умелец вскрывал кокоры, брал оттуда порох, прибивал его к подошвам, и они не скользили. Тогда картина пожара, согласно Успенскому, могла быть такой. Чтобы достать ленточный порох, нужно было открыть крышку пенала, разрезать чехол и вытянуть пластину. Порох, пролежавший полтора года в герметически закрытом пенале, мог выделить эфирные пары, вспыхнувшие от близости свечи. Загоревшийся газ воспламенил чехол и порох, и все это вызвало, без сомнения, взрыв остальных пеналов. Правда, находка была сделана не в предполагаемом очаге пожара, но где гарантия, что таким опасным способом чинил обувь лишь один матрос на линкоре. Однако комиссия тем не менее сочла, что небрежность в обращении с огнем и неосмотрительность в обращении с порохом представляются маловероятными причинами возникновения пожара. Морской министр Григорович, изучив выводы комиссии, озвучил свои. Лично мое мнение, что это был злонамеренный взрыв при помощи адской машины и что это дело рук наших врагов. Важный нюанс. На него обратили наше внимание эксперты. Императрица Мария готовилась к выходу в море. Поэтому была под завязку загружена углем. Его накануне грузили на корабль до глубокой ночи мазутом и боеприпасами. То есть линкор представлял из себя плавучую бомбу. Лучшего момента, чтобы уничтожить флагман Черноморского флота и не придумаешь. Южный фланг на него обычно мало обращают внимания. Все внимание приковано к событиям на германо-российском участке фронта, на австро-венгерском. Но тем не менее южный фланг Черноморья, он же ведь сыграл не менее важную роль, судьбоносную роль, можно сказать, и в исходе Первой мировой войны. Когда Россия вступала в войну, она вступала в значительной степени в надежде решить старую проблему. Старую проблему это проблема контроля за проливами Босфор и Дарданелла. Однако Турция не собиралась так просто уступать проливы. Еще за несколько лет до начала Первой мировой Стамбул принялся стремительно наращивать свое военное присутствие в регионе. Шесть кораблей было закуплено у Германии, четыре у Франции, плюс два мощных дредноута обещала построить Англия. Именно ввиду растущей турецкой угрозы Россия тоже начала усиливать Черноморский флот строительством императрицы Марии и еще трех грозных линкоров. Но и турки не теряли время недаром. Заручившись поддержкой немецких союзников, те прислали в Черное море крейсеры Гебен и Бреслау, флот Османской империи атаковал Крым, Одессу и Новороссийск. Те побудка. Гебен и Бреслау еще почти год терзали Российское Черноморское побережье, пока им не дала отпор императрица Марии. Вот строй императрицы Марии полностью изменил баланс сил на Черном море, потому что до этого Гебену нам противопоставить было практически нечего. Ходили слухи о том, что вслед за обстрелом Гебеном и Бреслау пунктов на русском побережье Черного моря высадится турецкий десант, будет всех резать, то есть это вот слухи панические ходили тогда по Крыму. Моя прабабушка, которая жила в Алуште, у ее семьи там был извозчичий такой бизнес. После обстрела Гебеном и Бреслау при Черноморских пунктах они уехали в Симферополе за горный хребет. Ну что такое, когда немецкий крейсер подходит к главной базе Черноморского флота и ведет огонь по главной базе Черноморского флота. Ну, естественно, с этим мириться нельзя было. Новый дредноут преследовал противника до самого Босфора, изрядно его потрепав. Как вспоминал служивший на Гебене Георг Коп, в его мемуары нам тоже посоветовало заглянуть Владимир Шигин. Около 24 километров отделяют нас от русского корабля, а он стреляет по нам и чертовски быстро. Мы и не предполагали, что это чудовище ужаснует по Черному морю. 300-миллиметровые снаряды главного калибра не оставляли шансов. Другое дело, что на такой дистанции точность огня была, конечно, низкая. И вот оставшиеся в живых участники русско-японской войны, они разработали централизированную систему стрельбы. Причем процент попадания у нас был такой высокий, такая результативность, что англичане приезжали перед войной к нам учиться и были потрясены, насколько русские точно стреляют. Причем именно Черноморский флот. В официальном сообщении морского генерального штаба о гибели императрицы Марии было сказано, что, цитирую, случившееся никоим образом не отражается на нашем полном и надежно обеспеченном господстве на море. Поэтому радость противника произошедшему с нашим кораблем несчастью не может быть особенно значительной, так как никаких конкретных выгод противник от этого несчастья получить не может. Ну, разумеется, на самом деле все обстояло не столь радужно. Конечно, на Черноморском театре боевых действий еще оставались и линкор Екатерина Великая и Александр Третий, но сказать, что гибель флагмана Черноморского флота никак не отразилась на балансе сил, конечно же, нельзя. Конечно, это удар информационный по стране. Была потеряна не просто боевая единица Черноморского флота, был потерян авторитет командования военно-морского. Враг нацеливался на императрицу Марию уже давно. Еще в мае 1915 года, когда линкор находился на стапелях в Николаеве и только планировался его переход в Севастополь, согласно рапорту адмирала Эбергарда, имелись неоднократные извещения о готовящихся со стороны немцев и турок покушении на линкор. Андрей Августович опасался, что они сделают все возможное для его уничтожения. И в итоге, пусть и через полтора года, императрица Мария все же была уничтожена. В общем, немцы, безусловно, были заинтересованы в уничтожении русского линкора. И не имея возможности сделать это в открытом бою, вполне могли пойти другим путем. Но если императрица Мария все же погибла в результате диверсии, как ее физически можно было осуществить? Известно, что немцы предпринимали определенные усилия и перед началом войны, и уже в ходе войны по созданию такой серьезной агентурной сети среди немцев-колонистов Юга России. Известно, что даже компания «Зингер» использовалась как, так сказать, такая база для шпионской деятельности. Андрей Мальгин обнаружил в журнале «Морские записки», издававшимся в Нью-Йорке обществом бывших офицеров императорского флота в одном из номеров за 1961 год любопытную заметку, подписанную так, сообщил капитан второго ранга В.Р. По мнению автора статьи, причиной гибели императрицы Марии стала так называемая «немецкая сигара». Их немцам, имевшим своих агентов среди портовых грузчиков, удавалось подбросить при погрузке. Как пишет Ковторанг, этот дьявольский прибор, заключавший в себе и горючий, и воспламенитель, приводился в действие от электроэлемента, который включался, как только кислота разъедала металлическую мембрану. В зависимости от толщины пластинки это происходило через несколько часов или даже дней после того, как сигара была подброшена. Капитан первого ранга Октябрь Барбирюков его статью по данной теме мы нашли в журнале «Наука и жизнь». Утверждал, что императрицу Марию сгубила не сигара, а трубка. Летом 1917 года русская агентура, работавшая в Германии, добыла и доставила в морской штаб несколько небольших металлических трубочек, оказавшихся тончайшими, выделанными из латуни механическими взрывателями. То есть достаточно подложить, куда надо такую трубку или сигару и кораблю не жить. О том, что на императрице Марии могло случиться нечто подобное, свидетельствуют и показания матросов. Вот, например, о чем говорил Антон Коваленко. Еще до первого сильного взрыва я услышал где-то в глубине корабля какой-то гул, вроде как от разрыва снаряда. Старший комендор Василий Половинкин. Я лежал на койке, когда услышал маленькое содрогание корабля. Решил, что это пробует минный аппарат. Матрос Николай Сичкоренко услышал слабый взрыв, где не могу определить, но стало вонять горелым, а через 2-3 минуты последовал очень сильный взрыв. Но кто в таком случае мог осуществить диверсию? Я прочитал воспоминания бывшего морского министра адмирала Григоровича. Он свои выводы сделал о том, что на корабле безобразия творились большие с допуском. До 150 мастеровых работали на корабле. И адмирал Григорович написал следующее, что при таких безобразиях любому переодетому в одежду мастерового или форму матроса можно было проникнуть на корабль и подложить адскую машину. Кир Булычев, проведший свое журналистское расследование гибели императрицы Марии, отмечал, что рабочие появлялись на корабле рано утром, и рабочий день у них длился до 16.00. Но некоторые трудились и до 22.00, а то и вовсе оставались на ночь. Спали прямо на рабочем месте, а утром снова за дело. Но самое печальное, что рабочих считали просто по головам. То есть накануне представитель завода сообщал вахтенному офицеру, что прибудут, например, 100 рабочих. И все, больше никаких документов у них не спрашивали. А значит, злоумышленник мог, в принципе, без труда затесаться в ряды ремонтников, пробраться в пороховой погреб и установить там адскую машинку. Как пишет Балучев, многие из рабочих сошлись на том, что в день перед взрывом среди них были два незнакомых молчаливых человека. Их личности так и не удалось установить. Но были ли это именно диверсанты? Вот свидетельство очевидцев на си счет. Старший комендор Василий Маруненко. За рабочими, которые находились и работали на Марии, велось наблюдение матросами. Но уследить за ними, в случае, если бы кто-нибудь из них решил положить что-либо взрывчатое в том или ином отделении, почти невозможно. А вот что вспоминал комендор Василий Половинкин. Накануне взрыва в первой башне в бомбовом погребе работали трое рабочих. Из них я знаю только одного. Когда они ушли и оставались ли они на ночь, я не знаю. Унтер-офицер Григорий Филев. В начале первого я пошел оправляться. Около третьей башни я столкнулся с каким-то мастеровым. Кто он, я не знаю. Но я хорошо заметил по его костюму и длинным волосам, что это был не матрос, а какой-то чужой рабочий. Григорий Филиппов. В ночь перед взрывом я был дневальным. При мне работали рабочие. Они свободно лазали по всем помещениям. Жаловались на тяжелую работу. Один сказал, для нас лучше было бы, чтобы Мария сгорела. Вот свидетельство Федота Кравченко. Когда я встал по побудке и пошел мыться, в коридоре увидел, что из третьего каземата в люк, который идет в зарядное первой башни, спускались двое мастеровых. С какого завода и кто именно, я не знаю. В руках у них был маленький ящик с инструментами и зажженная свеча. Вскоре после этого прогремел взрыв. Да вот только вряд ли случайным рабочим удалось бы осуществить столь дерзкую диверсию. Один товарищ, он писал, что немецкие шпионы, они там таскали взрывчатку на борт. Ну, это бред и фантазия, потому что это не какая-то там легковая машина, которую можно подорвать, заложив полтилограмма в тротиловом эквиваленте. Количество взрывчатки для того, чтобы уничтожить боевой корабль, нужно достаточно большой. Может быть, хватило бы тех 500 грамм взрывчатки, но их нужно заложить туда, куда попасть практически невозможно. Вот что писал об этом Колчак. Если допустить наличие злого умысла, то он мог быть приведен в исполнение только лицом, отлично знавшим устройство корабля и порядок службы на нем. Но допуская возможность производства покушения со стороны команды или рабочих, я считаю, менее всего вероятным проникновение в зарядный погреб постороннего человека. Но что означает для Колчака признать, что произошла диверсия? Это значит признать, что службы, которые отвечали за безопасность, контрразведка Черноморского флота оказалась не на высоте. К подобным выводам пришел и морской министр Григорович. Он сказал, все должны идти под суд и перечисляет значит командир корабля капитан Транга Кузнецов, старший офицер капитан Транга Гордышский, старший артиллерийский офицер, по нынешнему командир БЧ-2 артиллерийской боевой части, старший лейтенант князь и командир первой башни Мичман Успенский. Да, и в том числе должен идти под суд и командующий флотом Колчак. В начале 70-х в журнале техника молодежи была опубликована повесть Анатолия Ёлкина тайной императрицы Марии. Автор утверждал, что на заводе, где строили линкор, вовсю действовали германские агенты. Они-то и стояли за взрывом корабля. Ёлкин вышел на такую группу Векмана, инженера Векмана в Николаеве. Вот. И якобы даже приводил допросы его в 1933 году. Его арестовали органы НКВД. Векман сознался, да, я работал на германскую разведку, ему дали всего три года тюрьмы. То есть для 30-х годов это вообще ни о чем. Его обвиняли-то, что он уже, как сказать, советской судостроительной промышленности пакостен. А то, что он царизму вредил, это вроде считалось, даже объективно помогал делу революции. Причем Ёлкин, честно говоря, не совсем поступил порядочно и выдумал отдельные моменты допроса. И когда вот уже не так давно занимались в архиве ФСБ и там протоколы допроса Векмана, ни одного слова напрямую об императрице Марии он не сказал о том, что они участвовали в какой-то диверсионной работе. Морскому министру Григоровичу вскоре после катастрофы Колчак напишет. Самое тяжелое это то, что действительных причин гибели корабля никто не знает. И все сводится к одним предположениям. Сегодня наряду с немецкой исследователи обсуждают и альтернативные версии. Например, что императрицу Марию могли подорвать союзники и англичане с какими-то своими непонятными целями. Кто-то винит во всем японцев или даже польских националистов. А все из-за того, что первым командиром линкора был капитан Казимир Паремский. Ну, а царские власти по привычке винили во всем эсеров или большевиков. Впрочем, по словам экспертов, для этого были все основания. То есть на Черном море было значительное количество среди матросского состава экипажей было значительное количество людей недовольных, крайне недовольных и подверженных революционной пропаганде. Они вполне могли подпустить эту искру. Сразу после гибели линкора в Севастополе прошли обыски у почти полусотни подозреваемых в причастности к взрыву лиц. Однако ничего относящегося к гибели линкора обнаружено не было. Возможно это была причина связанная с технической неисправностью корабля, которая побудила так резко вернуться назад. Но понятно, что ни один уважающий себя командир не доложит наверх, вернее не доложит, но шепотом о том, что так и так у нас есть определенные проблемы. Из-за этих проблем мы возвращаемся. так может все-таки немцы ни при чем и причины гибели императрицы Марии совсем другие. Ненормальное размещение экипажа, скученность, плохая работа электрики корабля, опять-таки неосвещенность кубрика, наличие уличного состава свечей. Еще одна загадка, связанная с гибелью императрицы Марии. Существуют фотографии, запечатлевшие весь ход катастрофы корабля. Производилась фотосъемка с очень удачного места, фотокамерой по тем временам снимавшей на пластины, и все это дело быстро в западной прессе, со всеми картинками, выкладками оно было выложено. Откуда кто знал в 6 часов утра, что взрыв произойдет, правильно, да? Они снимки произвели, поэтому это тоже наводит на мысль о том, что агентура поработала. С этими фотографиями тоже история достаточно такая детективная. Их впервые опубликовал Ёлкин в своей книге «Тайная императрица Марии». Якобы эти фотографии ему передал какой-то войсковой разведчик, который нашел их в каком-то архиве спецслов Германии в Кенигсберге. Там две или три фотографии, где виден столб дыма, поднимающийся над императрицей Марии. Снимок локализован, он сделал с мыса хрустальный. Тогда это была достаточно такая заброшенная территория Севастополя, мало посещаемая людьми, из которой хороший обзор. однако пожар императрицей Марии продолжался почти целый час. За это время любой фотограф-любитель, желая запечатлеть исторический момент, мог добраться с фотоаппаратом до мыса Хрустальной и сделать снимки. В то же время теоретически это мог сделать член вот этой диверсионной группы как документальное доказательство качества проделанной работы. Еще один важный нюанс, на который обратили внимание специалисты. Взрыв на императрице Марии был далеко не единственным подобного рода. Примерно в этот период зарождения дредноутов как класса нового и до 17-18-19 года в мире погибли 9 кораблей этого класса. И у всех практически одна причина внутреннее возгорание больше всего погибло таких кораблей у японцев потом такие корабли у французов британцев немцев и итальянцев кто-то еще был здесь говорить что это русские корабли такие плохие что они не смогли у всех это проблема то есть все 9 дредноутов которые погибли в этот период у всех схема гибели была ну не то что она была очень похожа однако не все эксперты согласны именно с таким объяснением в 16 году произошло масса взрывов кораблей причем со стороны союзников немцы практически ни одного корабля не потеряли то есть ни мы ни англичане вот такой диверсионной террористической деятельностью на кораблях не занимались занимались исключительно немцы и австрийцы так в общем-то считается что немцы взорвали значит в один из новейших британских линкоров в Энгард в этом же году в этом же году было взорвано несколько три линкора у итальянцев вот в частности значит новейший линейный корабль дредноут Леонардо да Винчи было взорвано несколько крейсеров была мало кто знает попытка взрыва в Тулоне находящегося на ремонте нашего крейсера Аскольд вот причем участвовали четыре матроса подкупленные немецкими агентами а через две недели после гибели императрицы Марии в Архангельском порту взлетел на воздух нагруженный взрывчаткой пароход барон Дризен погибло свыше 600 человек это был небольшой атомный взрыв то есть такой мощности причем виновника нашли это был боссман этого корабля тоже подкупленный и во всех этих случаях были уничтожены корабли стран Антанты и ее союзников совпадение это военное то время недаром академик Крылов годы спустя отмечал если бы эти случаи были нам тогда вполне известны относительно возможности злого умысла комиссия высказалась бы более решительно вот где-то на этом месте императрица Мария перевернулась вверх килем и затонула матрос Евсютин которому посчастливилось выжить в той ужасной катастрофе позже вспоминал как они вместе с товарищами пытались осознать случившееся с болью в душе смотрели мы на то место где затонул наш корабль еще утром он гордился своей несокрушимой силой а вечером этого же дня на том месте где стояла императрица Мария чернеет вода и четыре красных огонька говорят проходящим судам что здесь под водой лежит большой стальной гроб мы не могли почему-то наглядеться на эти огоньки спасти корабль можно было бы решительными действиями если бы подошедшими буксирами оттянуть его на мель понимаете тем более тут же рядом все а этого не было проведено затонувшую императрицу Марию впоследствии все же подняли со дна но реально в годы гражданской было не до нее а к концу 20-х останки линкора пришли уже в полную негодность в конце концов грозный флагман черноморского флота просто разрезали на металл тогдашние советские газеты писали об этом с радостью исчез с глаз севастопольской публики мертвый перевернутый корабль унылый памятник империалистической войны сегодня от императрицы Марии остались лишь флаг и рында бережно сохраненные потомками служивших на линкоре офицеров теперь это гордость экспозиции музея черноморского флота унылый памятник в в в в в в в в в Продолжение следует...